Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Буду сегодня готовить бутерброды. Эти бутерброды будут отличным вариантом для праздничного стола, для новогоднего стола. Поэтому, если вам такое видео интересно, оставайтесь вместе со мной. И, конечно, не забудьте меня поддержать, ставить лайк, подписываться, кто еще не подписан. И делитесь в комментариях, какие вы готовите бутерброды обычно на новогодний стол. Бутерброды понравятся любителям селедки под шубы. Буду готовить такую вариацию на эту тему. И для начала необходимо отварить свеклу. У меня здесь уже отваренная. Дальше укроп, чеснок, репчатый лук, сельдь. Я купила сразу готовое филе для того, чтобы было все быстрее. Ну и майонез, естественно, багет. Можно также делать на черном хлебе, тут уже по вашему желанию. И сразу нарежу сельдь на небольшие ломтики. Следующим этапом необходимо для начинки натереть свеклу. Так как это будут бутерброды, то я буду натирать на терку с мелкими отверстиями. Для того, чтобы удобнее было затем раскладывать и есть. Я свеклу уже натерла. Еще сразу добавлю немного черного молотого перца и зелень укропа. Теперь сюда необходимо добавить чеснок. Я буду также натирать на мелкой терке. Теперь добавляю сюда майонез. Добавляйте по вкусу и необходимо все хорошо размешать. И дальше можно делать либо на багете, либо на черном хлебе, так как вам больше нравится. Можете, кстати, сделать микс и так, и так. И каждый возьмет себе то, что захочет. Я же буду делать на черном хлебе. Мне кажется, это идеальный просто вариант именно для этих бутербродов. У меня свекла очень сладкая, поэтому я немножко еще дополнительно присолила. Вот такой я хлеб буду использовать. Это темный сорт. И мне кажется, темные сорта идеально подходят просто для этих бутербродов. И будет также, кстати, вкусно очень на бородинском хлебе. И черный хлеб я буду подсушивать просто на чистой сковороде без добавления растительного масла. Просто подсушу с обеих сторон. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и теперь начинаем собирать бутерброды. Я на подсушенный хлеб, он уже остыл, буду наносить свекольную массу. И теперь сверху буду выкладывать селедку. Вот такие бутерброды в итоге у меня получились. Попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравится. Сверху украсила красным репчатым луком, который нарезала на тонкие кольца. Немножко присыпала укропом, буквально чуть-чуть. И пару листиков петрушки. Конечно, можно при желании сделать бутерброды поменьше, разрезать напополам. Но я решила в этот раз сделать вот такие, немного побольше. Но, в принципе, даже и этот бутерброд можно разрезать вот так наполовинку. Получатся более маленькие варианты. Большое всем спасибо за просмотр. Мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!